Харе Кришна, приветствую вас, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас на очереди 29 выпуск ответов на ваши вопросы. Сегодня 24 июля 2019 года, я нахожусь дома в Владивостоке. Сегодня у нас всё в восточном антураже, с восточной символикой. Итак, мы начинаем с первого вопроса. Вопрос задаёт Павел. Можно ли кушать левой рукой? Где-то слышал или читал, что плохо брать пищу рукой с входящим каналом. Я не знаю, что такое рука с входящим каналом. Иногда люди пользуются какими-то эзотерическими терминами, совсем понимая их значения. Не стоит усложнять простые вещи. Итак, если вы правша, то вы просто берёте пищу правой рукой, а левую руку игнорируете. В Гурукули, в традиционной индийской школе, для мальчиков есть такая практика. Их так учат с детства. Они берут левую руку перед едой и прямо под себя раз и садятся на неё. То есть, на время приёма пищи они такими однорукими бандитами становятся. То есть, левая рука не участвует в процессе приёма пищи, только правой всё это делается. И причина очень простая, никакой эзотерики. Не знаю, что там входящие-выходящие каналы. Левая рука считается нечистой в едической культуре по одной простой, совсем не эзотерической причине. Когда человек сходил в туалет по-большому, левой рукой он подмывает анус. Поэтому эта рука считается нечистой и пищу этой рукой не берут. То есть, она конечно же нужна, но она играет вспомогательную роль. И когда что-то мы берём, какие-то вещи, пищу или деньги кому-то передаём или получаем, это всё делается правой рукой. Потому что деньги это лакшми, пища это, так сказать, божественные плоды. А левой рукой при необходимости можно что-то поддерживать как служебный. Ну или во время еды, может быть, стакан ей можно взять. Но такой прямой контакт с пищей через левую руку обычно в едической культуре не принят. И когда кто-то смотрит из таких культурных индусов, знающих, знакомых с культурой, что человек ест левой рукой, они говорят, где он учился, скорее всего нигде. То есть, этот элемент культуры, он в западной традиции практически отсутствует. А в Индии он достаточно хорошо проявлен. Вопрос следующий. Алексей спрашивает. Почему жена считается представительницей Лакшми Деви, богини удачи и процветания, в то время как чаще всего в семьях деньги зарабатывает мужчина? Дело совсем не в заработке. Лакшми ничего не зарабатывает как богиня. Она скорее хранительница. Вишну является источником всех богатств. И если эту концепцию перенести в масштаб обыкновенной семьи, то муж может себе быть, пожалуйста, тем, кто зарабатывает деньги, а Лакшми так, кто хранит. То есть, жена является представительницей Лакшми по той простой причине, что она должна быть верной, целомудренной женщиной. И в этом случае Лакшми, в смысле деньги, будут удерживаться в этом доме, в этой семье. Если женщина не благочестива, то деньги в этой семье храниться просто не будут, сколько бы мужчина их не зарабатывал. Поэтому Лакшми не источник денег, она хранитель денег. И в проекции семьи она выступает, жена, как вот такой благочестивый представитель Лакшми. И в этом смысле она играет свою роль. Третий вопрос задает Юля. Каково ваше мнение по поводу недостатка витаминов, в частности, В12 в организме вегетарианцы? Стоит ли принимать витамины? По поводу вегетарианцев, хотя это, в принципе, уже все смирились, что количество вегетарианцев сейчас постепенно возрастает. Тем не менее, какие-то мифы о неполноценности вегетарианского питания по-прежнему могут оставаться у некоторых людей. И отсюда периодически возникают какие-то вопросы, что не хватает того или не хватает сего. Как будто бы не вегетарианцы, которые едят все без разбору, прямо пышут здоровьем, и у них никогда не бывает авитаминоза или недостатка какого-то конкретного витамина сплошь и рядом. Такие вещи, как анемия или авитаминоз, они часто бывают совсем не у вегетарианцев, а у людей, которые весьма неразборчивы в своем питании. Поэтому, если говорить о нехватке какого-то конкретного витамина, то нельзя сказать, что его у всех вегетарианцев не хватает. Это может быть, скорее, какой-то частный случай, нежели массовая тенденция. По меньшей мере, я с 30-летним стажем вегетарианца не чувствую никакого недостатка витаминов, никаких, в том числе и В12. Но если нужно, то, пожалуйста, люди могут принимать их как отдельный компонент, как добавление к своей диете. Но природными источниками В12 является молоко, творог, йогурт, морская капуста. Есть специальное соевое молоко с обогащенным витамином В12. Это, пожалуйста, ради Бога можно принимать и восполнять нехватку этого витамина. Следующий вопрос от Юрия. Он говорит, что все духовные учения, даже веды, основаны на обязательной вере, то есть требуют от людей манипулировать и управлять своим сознанием. Это цель учений. Или такова специфика работы с толпой. Или до наших дней дошли только искаженные учения. Тем более, что большинство духовных понятий неизъяснимы. Я не совсем понимаю, что значит неизъяснимы. Все духовные понятия, если вы слушаете людей, которые в курсе, они вполне изъяснимы и объяснимы и вполне понятны. Потому что только если человек находится вне традиции, ему такие понятия как Бог, душа, судьба, карма, реинкарнация кажутся вот такими непонятными. Вот если же он подключился, как говорится, к розетке, к парампале, к традиции, передаче духовного знания, все вот эти вот, может быть, достаточно абстрактные понятия, как кажется обычным людям, они совершенно конкретными осязаями. Что касается управления сознанием, то управлять сознанием приходится каждому человеку, и верующему, и неверующему. Дело все в том, что веды определяют душу и исходящее из нее сознание как пограничную энергию. То есть, энергия, которая находится между двумя основными энергиями. Духовный мир или духовная сфера и материальный мир, материальная энергия. Так вот, душа, которая является носителем сознания, она находится всегда на границе между духом и материей, поэтому она может выбирать либо сферу духовной жизни, либо сферу материальной жизни. Вот это обозначает, что на нее всегда будет какое-то давление, либо то, либо с другой стороны. И давление можно оценить как некую манипуляцию. И вот тут очень интересный момент наступает. Почему-то люди, которые только вот как-то знакомятся с духовной темой, они говорят, ну вот, все религиозные учения, они манипулируют моим сознанием. Они пытаются внушить мне некую веру. Это некая вера или это точка отчета. И теперь меня уже повели, как говорится, в какую-то там сферу. Но при этом они почему-то совершенно не замечают, что даже если человек не связан никак с духовной сферой, его сознанием постоянно манипулируют. Средства массовой информации, общество в целом, социум, политика, экономика, неважно кто, какое-то общественное мнение, оно постоянно давит на нас. Почему-то эти вещи, они не квалифицируются как манипуляция. А когда человеку говорят, ты должен контролировать свой ум, разум, там Кришна говорит, думай обо мне, об этом не думай, да, вот об этом забудь. Это как манипуляция воспринимается. То есть нужно, если мы честны, признать наше сознание всегда под давлением либо материи, либо духа. И теперь нужно просто провести маленький эксперимент. В каком состоянии сознание испытывает большее счастье. Когда оно находится под влиянием материальной энергии, трех гун, благости, страсти, невежества. Либо когда она попадает в сферу духовной энергии, испытывает эту духовную эмоцию. Это уже чисто экспериментально восстанавливается. И вот теперь, если уж мы выяснили, да, что манипуляция или давление или влияние на сознание неизбежны для живого существа, то какое давление приводит меня в сферу для меня более, скажем, такую приятную, удовлетворяющую, счастливую, а какое погружает меня в сферу так называемой реальной жизни, да, что я должен постоянно хмурить лоб, думать о проблемах. Ну вот она, наша реальная жизнь, да, вот наши трудности, мы должны их преодолевать. Пожалуйста, только они никогда не закончатся. Такова особенность материальной жизни. Вот. И поэтому здесь просто надо понять, что мы живем в мире отнюдь не нейтральных ценностей. Обязательно кто-то будет бороться за душу, да, либо материальная энергия будет нас к себе пытаться прибрать к рукам. Ну ты же русский, ты же такой, ты же сякой, ты же вот, вот, вот ты должен вот сюда энергию свою отдавать, а куда ты ее дашь другую? Нет, это все неправильно, не отдавай им свою энергию. То есть постоянно кто-то будет нами манипулировать. Тогда нужно просто понять, а кто же является источником вообще всех энергий, и духовной, и материальной. И когда мы поняли это, утверждение веданта сутры, что абсолют или бог является источником всех энергий. Когда вот такое понимание есть, тогда мы понимаем, кому мы должны отдавать свою энергию, потому что он нам ее дал. Вот так начинается осознанная духовная жизнь, а не просто на основе какой-то там веры, ты поверил в то или поверил это, тебя просто разводят, пытаются просто отобрать твои деньги, твою энергию. Это вот такие манипулятивные вещи. Один манипулирует мной, чтобы мной не манипулировал другой. Я сижу и думаю, так, кто же будет мной манипулировать? И один пытается какими-то, допустим, не знаю, там, как это называть, материальными, да, или вот такими патриотическими какими-то установками, установками манипулирует моим сознанием для того, чтобы я не стал духовным человеком. А духовные люди мне говорят, да все эти материальные установки, это все ерунда, потому что сила времени разрушает все это. Ты любишь русских, ты не любишь евреев, говоришь о том, какие плохие евреи. В следующей жизни родишься евреем и будешь ругать всех остальных, допустим, понимаете? То есть это просто игра, материальный мир, мир двойственности, где постоянно меняются мы то под одним влиянием, то под другим влиянием, то запад, то восток, то север, то юг и так далее. Вот так вот как раз духовная жизнь, она ставит своей целью вывести нас из-под влияния всех вот этих вот материальных манипуляций и да, тоже влиять на нас, но на наше благо. То есть если мы находимся под влиянием духовной энергии, живое существо попадает в сферу вечности, знания и счастья. Если мы говорим, что нет, это все духовная манипуляция, окей, тогда материальная энергия забирает нас в себе и мы по-прежнему живем в мире конечных относительных ценностей. Если кого-то устраивает это, нет проблем. Бог на нашу свободную волю не покушается. То есть фактически система ценностей выбирает, мы, вернее на основе своей системы ценностей в сердце выбираем, куда мы пойдем, то есть под какую энергию мы подставим себя. И, допустим, материальное развитие, материальный прогресс, он же тоже основан на вере. Понимаете? Если вы говорите, что духовная жизнь основана на вере, материальная жизнь также основана на вере. На вере во что? На вере в то, что материальный прогресс сделает меня счастливым. Допустим, наука, изобретение новых технологий. Но что показывает нам наблюдение? Наблюдение показывает, что чем больше мы пытаемся подчинить себе материальную природу, тем больше попадаем в зависимость от нее. Как никогда прежде. Сейчас человек зависим от материи. Как никогда прежде. Понимаете? Он уже не может выпустить ни на секунду, ни в туалете, ни в ванне. Он не может выпустить смартфон из рук. Понимаете? Он просто не может этого сделать. Он не имеет права выпустить. Потому что к нему пришли уже какие-то там сообщения, на которые нужно отвечать. Ставить свои лайки или еще что-то. Люди просто сейчас полностью манипулируемые марионетки. Понимаете? И при этом о какой-то там свободе. А когда нам говорят о духовной свободе, ой-ой, это религиозная вера, которая манипулирует твоим сознанием. Если мы честные люди, давайте просто реально подумаем, в каком состоянии человек более свободен. Под влиянием каких-то патриотических, кармических или других установок он более свободен. Когда он ненавидит весь мир вокруг себя. Американцы плохие, англичане негодяи. Там евреи, здесь масоны. А мы тут одни хорошие. И вот я такой свободный. Хотя я полностью закомплексован какими-то вот этими всеми установками. Понимаете? Мною манипулируют какие-то люди в своих каких-то целях. Я нахожусь в этом всем и считаю, что я свободный. А когда мне реально предлагают мир свободы от гуны, от кармы, от рождения, от смерти, от болезни, от всех этих вещей. Ой, это страшно. Твоим сознанием манипулирует. Вот. Поэтому здесь нужно просто соотнести два вида опыта. Человек, который не имеет духовного опыта, он так и будет думать, вот как я до этого сказал. А человек, который получил духовный вкус, духовный опыт, он уже с другой стороны по-другому оценит эти события. Поэтому здесь решает ваш внутренний опыт. А то, что мы всегда будем находиться под каким-то влиянием, ну уж извините, это неизбежная данность. Далее вопрос от Виолетты. Можно ли человеку изменить варну в течение одной жизни? Если да, то как? Объясните, пожалуйста, принцип действия. Варна не меняется. Не знаю, обрадую я вас или огорчу. В Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, что нужно изменить просто свое отношение к жизни, к себе, к Богу. Вот и все. Арджуна пытался кое-что с этим поделать. Он говорит, вот не хочу я сражаться, потому что все это грязь, кровь, убийство, грех, реакции за все это. Пойду-ка я в лес, стану-ка я мудрецом, то есть брахманом. Он хотел сменить варну кшатрия на варну брахманом. Ведическая история описывает один единственный прецедент. Когда некий кшатрий по имени Вишвамитра решил стать брахманом. Он очень долго это пытался сделать и как-то там с горем пополам стал брахманом. Но таким брахманом, который постоянно гневался, его вот эти вот чувства кшатрийские эго, вот это внутреннее, оно все равно как-то вот было не удовлетворено положением брахмана. Вот поэтому не стоит делать такие вещи. И если мы поймем, что варны это как вот части организма, брахманы голова, кшатрии это руки, вайши это туловище и шудры это ноги. Теперь давайте возьмем и подумаем, что одна часть тела, допустим, нога решила стать головой. И спрашивает, объясните, пожалуйста, технологию, как я нога, какая-нибудь левая, плоскостопая, да, решила стать головой. Объясните мне, пожалуйста, ну как вы можете из ноги сделать голову? Ну реально, не как же, правильно, да? Вот поэтому здесь нужно понимать, что нога есть нога, у нее одна функция, голова это и другое. То есть каждая часть тела хороша на своем месте и нет необходимости меняться всеми этими ролями. Все должно быть естественно. Нужно просто осознать свою природу, открыть ее и осветить. То есть использовать в служении Богу. Тогда мы чувствуем себя на своем месте. Не будет нога счастлива на месте головы. Уже, допустим, в нашей стране был такой исторический прецедент во времена вот этой вот Октябрьской революции 17-го года, когда шудры и вайши, то есть рабочие и крестьяне, это вот считая в ведической терминологии как шудры и вайши, решили править страной, а потом еще устроить мировую революцию и всем миром решили править. И что из этого вышло, мы знаем. То есть когда священников расстреливали, убивали, интеллигенцию унизили, многие эмигрировали, царя расстреляли, то есть кшатриев к ногтю, брахманов к ногтю. Вот теперь мы, вайши, значит, и шудры, рабочие и крестьяне, решили стать во главе. И то даже больше рабочие, когда страна стала просто умирать от голода, просто умирать от голода, 20-е годы, да, вот пришлось дать какую-то волю вайши, НЭП, новая экономическая политика, чтобы они как-то там бизнес развивали, экономику какую-то, потому что без этого караул, шудры сами, они не умеют развивать бизнес, понимаете. Вот, поэтому попытка одной варны имитировать другую, это плохая попытка. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, то есть свои собственные варны, чем успешно выполнять роль другого человека, ибо следовать по чужому пути опасно. Он говорит, опасно следовать по чужому пути, это, почитайте, третья глава Бхагавадгиты, текст 35, Кришна говорит прямо, следовать по чужому пути опасно, то есть менять варну опасно. Почему? Потому что человек внешне будет пытаться следовать чему-то, какой-то более престижной, может быть, варне, чему не соответствует его умонастроение. Это вот постоянная двойственность, его умонастроение одной варны, а внешне он пытается что-то более престижное делать. Вот это вот несоответствие, оно будет зажимать его, рождать какую-то такую двойственность, можно до какой-то стадии, даже шизофрении, да, эти раздвоения личностей. Вот, поэтому смысл не в том, чтобы сменить варну, смысл в том, чтобы открыть её в себе, очистить, облагородить и посвятить её духовному служению Богу. Следующий вопрос. Андрей спрашивает. Объясните, почему в кафе, который организуют преданные в проповеднических целях, не продают алкоголь? Очень странно в проповеднических целях продавать алкоголь, честно говоря, формулировка. Ну, читаем дальше. По-моему, если человек хочет выпить за ужином бокал вина, то лучше дать ему такую опцию накормить просадом, чем он будет ужинать в другом месте. И, естественно, я не предлагаю продавать крепкий алкоголь или позиционироваться как питейное заведение. Алкоголь в любом виде, в любом количестве несёт в себе гунну невежества. У алкоголя есть некоторое применение в аюрведе, так называемое аришта. Аришта – это аюрведические вина, которые реально слабые, небольшие, там сколько, не знаю, сколько там градусов. Вот, их используют, как это говорится, для аппетита. Вот, перед едой или после еды, для людей, у которых вот расстройство, если не ошибаюсь, кажется, называется анорексия, да, когда у человека отсутствие аппетита, если, может быть, я ошибся. Вот, то есть, есть какое-то некоторое назначение. Но оно небольшими курсами назначается только каким-то конкретным людям. Больше никакого блага в алкоголе нет. Наша задача, как духовного движения, распространять духовную энергию, то есть, пищу в гуне благости мы берём и освящаем, предлагаем Кришну. Питейных заведений хватает и без нас. То есть, должны быть хоть какие-то, так сказать, места полностью свободные от влияния кали. Вот, поэтому преданные на такие компромиссы не идут. Далее, Александр задаёт вопрос. Нигде не могу найти информацию по поводу ведической экономики, как всё должно быть устроено, что делать, если правитель стал тираном, бороться за свою страну или искать прибежище в других местах. Два вопроса тут получается. Ну, по поводу экономики. Отчасти некоторая информация содержится в манусамхите или манусмрите, её называют, это свод законов человечества, изначальная конституция. Есть ещё такие писания под названием артха шастры, но я не очень уверен, что из них сейчас доступно на русском или даже английском языках, не знаю. Но смысл в том, что ведическая экономика – это экономика аграрная, то есть, не индустриальная. Она основана на сельском хозяйстве, потому что экономика, по сути дела, означает пищу. То есть, любая страна должна полностью себя кормить, то есть, она не должна быть зависима от экспорта продуктов. Экспорт может быть каких-то вторичных вещей, которые не имеют прямого отношения, может быть, к выживанию. Может быть, ваша страна не готовит, не делает компьютеры, ну ладно, без них можно прожить. Но пища должна быть вся местного производства, понимаете? Вот это вот принцип самодостаточности такой ведический. Вот, а сейчас, к сожалению, этого нет. То есть, если, допустим, из наших магазинов сейчас убрать все продукты иностранного производства, то это будет примерно как СССР времен 70-х годов. Пустые прилавки, очереди, когда что-то там где-то появилось, да. Вот, и получается, что без других стран мы сейчас себя прокормить не можем. Да и многие страны так устроены. Вот, и вот это неправильно. То есть, ведическая экономика, принцип самодостаточности, это приоритет, естественно, сельского хозяйства. Сейчас, насколько я знаю, расклад такой, что только около 5%, где-то от 4 до 6% людей заняты в сельском хозяйстве, а больше 90% не имеют никакого отношения к этому, да. И они там, кто в индустрии, кто в сфере сервиса там или чего-то там еще. Вот, то есть, они не имеют отношения к созданию продуктов, то есть, того, что необходимо для выживания. Вот, поэтому ведическая экономика, это сельское хозяйство, это ремесла, которые обеспечивают базовые наши нужды. Строительство, предметы быта, одежда, вот такие всякие разные какие-то инструменты, которые нам нужны в повседневной жизни. Вот и все. Тяжелая индустрия, ракеты в небеса, там какие-то там еще прочие, прочие разные вещи. Это может быть, раз уж мы живем в век калий, калий обозначает железный век, то есть, это, так сказать, железяки, все эти механизмы, они в кальюх неизбежно будут. Вот, но по меньшей мере, если хотя бы не 5% людей будут в сельскохозяйстве работать, а хотя бы 25%, вот, тогда уже страна может себя сама прокормить. Потому что без этого все это очень и очень, так сказать, неудовлетворительная ситуация. Сейчас, наверное, единственная страна, которая может себя прокормить, это Китай, наверное. Ну, или какие-то, может быть, так сказать, небольшие южные страны. Но хотя сейчас так все перепутано, очень сложно запутанная экономика, экспорт-импорт. Вот, и это дает ход всяким разным этим уже дурацким санкциям. Кто-то с кем-то там политически не согласен, начинает перекрывать там всякие каналы. Вот, но что касается второй части вопроса по поводу правителя. Ну, политика, это такая сфера очень сложная. Чтобы влиять на власть, для этого необходимо иметь не только знания, но также еще определенные полномочия. Это называется шакти, энергия определенная. Если человек не имеет полномочий, он может сколько угодно, там на кухне возмущаться, или там где-то еще в куларах обсуждать, что политики такие, сякие, всякие. И это может звучать как правда, да? Вот, это может звучать как правда, что они не соответствуют там каким-то высоким критериям. Но также правда в том, что власть у них все равно остается. Это тоже правда, понимаете? Это обозначает, что у них есть некие полномочия. Более того, люди сами их выбирают. Вот, конечно, там здесь много всяких разных манипуляций, я согласен. Вот, но здесь только один вариант. Вот, только если человек имеет какие-то полномочия свыше, тогда он может прийти во власть и как-то там повлиять на ход развития событий в политической сфере. При другом раскладе люди либо подстраиваются под существующую власть, как-то там находят какие-то пути существования, если это их власть не устраивает. Либо они ищут счастье где-то, так сказать, в других местах. Но с другими местами всегда есть такая особенность, что, как говорится, на другой стороне трава всегда кажется зеленее. Но когда приезжаешь в другое место, сначала кажется, что ой, здорово, все классно. Потом выясняется, что там тоже есть своя специфика, свои особенности. Идеальных правителей, увы, нигде нет в нашу эпоху в Калиюгу. Вот просто для того, чтобы прочувствовать все эти моменты, нужно быть внутри системы. Когда изучаешь что-то извне, фасад всегда красивый, фасад всегда привлекательный. Но когда окажешься внутри, через какое-то время начинаешь понимать, что не так все красиво и здорово, как было, так сказать, при поверхностном взгляде. Поэтому многие вещи приходится просто терпеть. А если не хотите терпеть, тогда совершайте аскезы. А совершая аскезы, вы получите большую силу, энергию, шакти, тогда вы сможете влиять на других людей. То есть ведическая культура, она предписывает именно такие методы. Когда человек что-то хочет такое серьезное сделать, сдвинуть какую-то тему серьезную, ему нужна сила, понимаете. А сила приходит от аскезы. Вот поэтому просто каких-то там политических раскладок, там какой-то там, не знаю, борьбы на улице, там манифестации, там мы за то или против этого. Это все не очень эффективные какие-то методы борьбы. Должна быть реальная шакти, реальная энергия, сила, которая берется из аскезы, из чистоты. Вот если это будет у человека, вот тогда это можно что-то сделать. Вот так Ганди победил, допустим, да. Вот была вот эта британская корона, она властвовала над Индией. И, в общем-то, ну, что могли сделать индусы, да, такой, в принципе, миролюбивый народ, да, против довольно такой, ну, хорошо вооруженной, организованной, английской этой вот системы, со своими какими-то коварными планами. Вот, но Ганди победил без единого выстрела. Принцип не насилия, так сказать. Он просто был очень аскетичным человеком, дадал ему очень большие силы, большое влияние. И через какое-то время англичане просто ушли сами. Они поняли, что этот народ, он их больше не будет поддерживать. Они перестали покупать все английское, вот, то есть, был, они их поставили в полный игнор, что называется, да, то есть, все проявления английской культуры, они игнорировались вот под влиянием Ганди. Вот, и англичане просто потеряли свое влияние, вот и все. И таким образом, он без единого выстрела, силой своей аскезы, такой внутренней чистоты и мотивации, он оказался у власти, понимаете. Вот это вот методология, по-другому никак. Яна спрашивает. У меня два вопроса, возможно, глупые. По предложению пищи. Вопрос первый. Я купила сетку мандарин, либо яблок. Если я предложу Богу один плод из этой сетки, то все плоды в сетке будут считаться предложенными или только этот один плод? Яна, вопрос хороший, не глупый, не комплексуйте по этому поводу, все нормально. Все зависит от того, как вы настроены от вашей медитации. Если, допустим, вы предлагаете одно яблоко, но медитируете, что вы предлагаете весь килограмм, что вы там купили, тогда весь этот килограмм, Кришна примет весь этот килограмм. Если вы решили килограмм растянуть на несколько дней и говорите, вот сегодня я одно яблочко предложу, пожалуйста, все. То есть, в вопросе предложения, поскольку это мистический процесс, здесь имеет место не только физический акт, что вы там яблочко на тарелочке положили, а какая медитация сопровождает этот процесс предложения. Если вы, предлагая одно яблоко, имеете в виду, что предлагается все, значит будет предложено все. Если вы имеете в виду одно яблоко, а остальные вы на другие дни отложили, значит так оно и будет. Поэтому этот процесс внутренней медитации, он имеет значение, это определяет, что Господь примет, одно яблоко или все. Второй вопрос. Если я предлагаю Богу пищу вне алтаря, на кухне, на работе, возле магазина, будет ли эта пища считаться просадом? Все зависит не от внешних условий предложения, а от вашего состояния сердца. В 9 главе Багавадгиты, текст 26, Кришна говорит, предложи мне листок, цветок, плод или воду, и сделай это с преданностью, тогда я приму это. Он не говорит, предложи мне на алтаре, на серебряном блюде, или что-то там еще, вот обязательно, чтобы было так, 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 так. Он говорит, одно условие, с бхакти, с преданностью предложи. Поэтому внешние условия, обстоятельства могут меняться, когда вы дома, есть возможность на алтаре предложить, прекрасно, идеальные условия. Когда вы вне дома, в дороге, где-то там в какой-то другой ситуации, алтаре нет, что делать? То есть, теперь наше сердце, как алтарь, вот оно, встроенный алтарь, наше сердце, как встроенный алтарь. И здесь, о чем мы думаем, то настроение, с которым мы предлагаем, оно и определяет. И Кришна говорит, если ты это сделаешь с бхакти, с преданностью, я приму это. А когда он принимает, это и становится освященной пищей или просадом. Сергей спрашивает. Вопрос о вторичной Сан-Киртане. В процессе распространения духовной литературы среди клиентов и работников компании, часто встречаясь с людьми, которые взяли книги, но не проявляют никакого интереса при повторной встрече, открыто проповедовать нет возможности. Какие практические шаги разумно делать в такой ситуации? Есть хорошая пословица, которая гласит, что можно подвезти лошадь к водопою, но невозможно заставить ее пить. Это обозначает, что в духовной жизни сохраняется принцип добровольности. Иногда некоторые люди, миссионеры, они так вот имеют тенденцию давить, им нужно, как говорится, додавить клиента, чтобы он не просто книжку купил, а чтобы он, как говорится, стал нашим человеком. Понятное дело, что стремление благородное, слов нет, но здесь нужно учитывать очень тонкий момент, что, во-первых, у каждого из нас есть свобода воли. И когда нас ее лишают, когда начинают выкручивать руки или какими-то манипулятивными средствами, ну что ж ты вот еще, да, вот не принял, да, че ж ты еще не наш, это неприемлемые вещи. Кришна в Бхагавадгите, в конце Бхагавадгиты, 18 глава, текст 63 говорит о Жуне, теперь я объяснил тебе все, обдумай хорошенько и поступай, как хочешь. То есть, Кришна не покушается на свободу выбора. Вот, точно так же должны действовать и мы. Мы должны людей скорее вдохновлять, чем давить на них. Вот, и теперь очень важный момент. Смотрите, они взяли когда-то у вас книгу, допустим, полгода назад, да, и этим они совершили определенное благочестивое действие, сукрити, то есть, они отдали часть своих средств, заработанных на миссию. Теперь эти средства куда-то там пошли, в храм, на печать новых книг, на поклонение божествам или еще что-то такое, на изготовление просада. То есть, люди неосознанно поучаствовали уже в духовном процессе, и это хорошо. То есть, процесс накопления их сукрити, вот это внутреннее благочестие, он пошел. Вот, но нам хочется, чтобы все было побыстрее. Опять же, идея благородная, но нужно понимать, что у всего есть свой какой-то закономерный ход или вот естественная какая-то скорость роста, да. Мы не можем говорить ребенку, ну что ты вообще такой, вот уже, ну сколько же можно быть маленьким, уже пора быть большим, давай сейчас мы тебя вытянем, да это будешь большой. Он не может, ему нужно 15-20 лет, чтобы он вырос, понимаете. Вот, точно так же, кто знает, сколько нужно человеку времени, чтобы вот это вот духовно созреть. И иногда людям нужны определенные мосты. То есть, допустим, вот прямо Кришна их может не интересовать. Под давлением распространителя книг он может взять книжку, чтобы от него отвязаться. Ладно, все, на тебе 100 рублей, там давай я свою книжку, я пошел, да, все, хватит. Вот, и он говорит, ну вот у меня теперь есть книжка, там поставил и пусть стоит. Во-первых, эта книжка, она дома работает как некий такой, может быть, генератор духовной энергии, и может быть, мы этого не чувствуем, но вот оно будет действовать. Вот, даже человек не будет это осознавать, он все равно будет это одно. Второе, нужно понять, если ему не интересен, Кришна вот сейчас прямо вот такой, непосредственно, да, что он не готов там стать его преданным всю секунду, задайте простой вопрос, а что вам вообще в жизни интересно? Вот, и это может понять, показать нам, вернее, что можно человеку предложить из каких-то таких вот постепенных или косвенных программ, адаптационных таких программ, как такие, как мостики, которые не прямо, но постепенно Кришне ведут. Кого-то интересует здоровье, йога, медитация, там какие-то еще вещи, психология, философия, астрология, мало ли что его интересует, да. Вот, то есть какие-то, какие-то разные вещи, которые не прямо Кришна, но, которые имеют свои вот такие вот прототипы ведических наук, которые тоже косвенно связаны с Кришной. Вот, и поэтому, если человек не готов принять сознание Кришны, хотя он купил книгу, вот, но он сейчас не готов все отложить и начать там повторять мантру, шестнадцать кругов, или что-то еще, поставить дома алтарь, по разным причинам, к этому, может быть, не готов, да, вот, или ему просто пока не интересно, спросите, а что вас вообще интересует в жизни? Вот, и если вы опытный проповедник, то вы с любой темы можете перекинуть какой-то мостик и показать, как вот эта вот сфера жизни, которая интересна человеку сейчас, как она постепенно, косвенно тоже может быть одухотворена. Вот, нравится нам это, не нравится, но на самом деле это путь большинства людей. Далее, Сергей, а тот же автор вопроса из этой же сферы, неоднократно замечал в лекциях, в общении, что есть преданные санкиртаны и есть остальные. Санкиртаны, для тех, кто не в курсе, в таком более утилитарном смысле имеются в распространителе духовной литературы, санкиртанчики. То есть, есть вот преданные санкиртаны, а есть все остальные, то есть, настоящее служение это распространение книг. То есть, вот есть такие люди, которые говорят, вот настоящее распространение книг это самое лучшее служение. Такое отношение очень смущает, Особенно, когда понимаешь, что санкертанщиком на полную занятость стать не получится. Как справиться с этим умонастроением? Ну, я, честно говоря, удивлен, что эта тенденция до сих пор еще есть, потому что это была проявленная тенденция где-то в начале 90-х годов, когда вот были лозунги все на санкертану, все на распространение книг, все давайте-давайте, вот это вот все было, все остальное ерунда, подождет, вот это самое настоящее служение. Это действительно был дух времени совершенно необходимый, потому что без распространения книг, без массы информации, которая находится у других людей, очень трудно что-то дальше делать. Это как пассивная кампания, то есть пока вы не посадили семена, вы не можете ожидать никаких всходов. Поэтому был такой, может быть, где-то немножко даже силовой подход к этому. Я очень, честно говоря, сильно удивлен, что он где-то еще остался, ну, может быть. В принципе, в этом нет ничего плохого, а плохое в другом, что такие люди иногда считают, что все остальные это так, второй сорт, что называется. Вот, а если бы эти распространители книг также читали эти книги, и не только читали, а понимали глубоко, тогда бы они поняли, что такой подход это обычное проявление двойственности. Когда одному хочется быть лучше другого, вот, когда кому-то хочется быть частью элиты, которая сверху так несколько надменно поглядывает на всех остальных. Вот, то есть тогда им стало бы немножко, может быть, стыдно за свой подход, потому что знание в гуне благости подразумевает, что все живые существа, они равны, они на одном уровне. И само преданное служение, оно тоже равно, как вот ни странно, в духовном мире нет санкертанщиков в таком смысле слова, что они там книги распространяют, нет, понимаете. Вот, всем санкертанщикам, таким вот героям войнам в духовном мире придется сменить профессию, понимаете. Вот, поэтому это служение обладает такой, ну, скажем, относительной важностью на определенном историческом этапе, да, вот, а в духовном мире там другим служением придется заниматься. Вот, если люди действительно читают и понимают эти книги, то тогда у них исправится, дай бог, вот это вот умонастроение, и они будут уважать всех предных. Поэтому я считаю, что эта тенденция, она связана исключительно с велением момента, вот, а это важно, но это не должно никаким образом принижать значимость других форм служения, это неправильно. Далее, Валентин спрашивает. Веды — это литература откровений, то есть то, что пришло свыше. Вот, как сказано в Бхагавадгите, Брама, Кшара, Самудбхава, то есть Веды, они исходят из дыхания Нарайны, Верховного Господа. Тайная доктрина, у нее есть автор, Блаватская, да, то есть она, это уже явно книга не от Бога. Вот, книга Урантии, там какой-то забыл имя, американский автор. Вот, между собой, эта книга Урантия, она где-то там находится под влиянием этой тайной доктрины. Тайная доктрина — это более старая книга, вот, то есть смысл в том, что тайная доктрина — это синтез некий, попытка, вернее, синтеза науки, религии, философии. Там мешанина из буддизма, учения Вед, учения гностиков. Они оперируют такими терминами, там, как День Брахмы, Пралая, Карма, Манвантара. Вот, но все это не соотносится в полной мере ни с классическим буддизмом, ни с учением Вед, то есть это такое синкретическое учение, то есть все, все намешано, напутано. Вот, сама Блаватская была не очень довольна первой версией, то есть они тогда как-то там корректировали, переписывали, там что-то там еще такое. Вот, представления о Боге в Углаватской полностью безличные, там учения о шести расах, которые последовательно сменяют друг друга, вот, о переходе из физического состояния в более тонкое, что-то это вот шестая раса, или там уже дальше седьмая, они должны перейти полностью в такое духовное состояние. Вот, и здесь нужно понять то, что эти оба труда, они хотя не совсем одно, они отличаются по времени, по духу немножко, вот, они не основаны на одной традиции, может быть это плод вдохновения авторов, может быть там какие-то кто-то чего-то там начитался, наслушался, вместе попытался что-то такое изложить, вот, но эти произведения, они будражат умы такой своей мистичностью, эзотеричностью. Я где-то в 80-е, в 90-е годы знал довольно-таки многих людей, которые, уж простите за это слово, потяжелое так шизовали, вот, на основе этой тайной доктрины Блаватской, и воображали себя уж не знаю кем там, представителями этих высших рас, высших цивилизаций, вот, но по моим наблюдениям, образ жизни этих людей и их привычки не дотягивали даже до элементарной гуны благости, вот, и это наводило меня на мысль, что здесь есть некое несоответствие, потому что амбиции там были, ого-го, вот, что мы там что-то такое знаем, великое, эзотеричное, вот, и при этом человек там, ковыряясь в носу, рассуждает о великих истинах и забывает после этого помыть руки, да, и неизвестно, что он ест, вот, а, то есть я видел очень сильное несоответствие, и это зародило серьёзные сомнения в том, что у этих учений есть какие-то серьёзные адепты, вот, для меня это больше, как, не знаю, какая-то такая, своего рода какая-то фантастическая, что ли, литература, то есть вот у людей с богатым воображением, вот, но я не думаю, что эти люди куда-то серьёзно идут, понимаете, потому что я не замечал в них какой-то серьёзной динамики, вот, и поэтому я как-то это всё серьёзно не воспринял, вот, если хотите понять те вещи, о которых пытается, Блаватская, говорит, дайной доктрине, допустим, творение мира, да, природа Бога, природа человека, там об этом много говорится, вот, но поскольку это всё не в традиции, то там очень много таких, ну, ляпов каких-то вот таких вот странных вещей, Шима Адбага в этом чётко, последовательно описывает этапы творения, понимаете, вот, хотите понять природу и психологию человека, почитайте, глубоко лечите 13-ю, 14-ю главу Багавадгиты, хотите понять перспективы развития, весящим Адбага, там описывает вам 10 тем, от творения до уничтожения, что такое освобождение, вот, все эти какие-то изыскания, тайные доктрины по поводу того, что вот есть некая непогрешимая страна, в которой должны там собраться все эти чистые души, ну, что, никакие континенты, никакие идеальные страны этого мира не спасут мир от пролая, от уничтожения, не спасут душу от реинкарнации, поэтому душе, если она хочет до сейчас освобождения, придётся принять личностную природу Бога, вписаться в процесс служения, найти себя в естественном, без всякого давления, в естественном процессе служения, и так через развитие отношений с Богом уйти из этого мира, действительно из физического, полностью в духовное состояние, вот, то есть, со стороны Бога любовь к нам уже есть, осталось её только с нашей стороны активизировать, а что касается этой книги Урантии, то это более позднее произведение, вот, какая-то особая авторская версия христианства, которую христиане-артодоксы не признают, так как в ней нет связи с традицией, далее, Елена Мазур спрашивает вопрос, настанет ли такое время, когда необходимость в материальном мире отпадёт, так как все души вернутся к Кришне? По логике, все должны вернуться рано или поздно, а уже по возвращению Господу никто не падёт вновь, либо же те отживы, которые сейчас в духовном мире, не имеющие опыта материального плена, могут упасть. А что касается логики, то логика работает с конечными величинами в ограниченном времени. Если же учесть, что количество джив безграничное и время бесконечно, то существует вечность, то логика уже будет другой. Обычная мирская логика уже вот при бесконечных величинах и при бесконечном времени она меняется. То есть всегда будет шанс, что кто-то захочет материального существования, поэтому материальный мир, это как вечная альтернатива, вечная опция, всегда возможность для тех, кто хочет независимости. И второй вопрос от Елены. В выпуске номер 15 вы рассказывали об уходе пандавов. Простите, но я не поняла. Как всё-таки ушли пандавы фактически из этого мира? Ведь уход должен быть по одному из двух сценариев. Ну, во-первых, не совсем так. Может быть это удивительно, но есть такое понятие в ведах, как калповеда. Калповеда обозначает, что в разные калпы, то есть дни Брахмы, один и тот же сюжет или одна и та же история, немножко по-разному развивается. Ну, допустим, в качестве примера приведу вам, что в одну эпоху Господь приходил в облике белого варахи. Вараха это вот божественная форма в виде вепря, белый вараха, который поднял землю там из глубины океана. А в другой калпы он приходил как красный. То есть одно и то же действие, он поднимал землю из глубин этого океана, горбодака, но в одном случае он убил, а в другой красный. Это вот их отличие, оно обусловлено разными эпохами, разными днями Брахмы. Точно так же история с пандавами и так далее, она может повторяться, но в разные эпохи, и может быть она немножко с таким концом, а в другой эпоху с другим концом. Это один вариант объяснения. Второй вариант объяснения состоит в том, что вот пятнадцатая глава первой песни Шимадбхагава, там называется «Своевременный уход пандавов», она в действительности детально не описывает уход пандавов. Там говорится о том, что когда Юдхиштхира узнал от Арджуны, что Кришна ушел из этого мира, что династия Яда ушла, он передал власть своему, значит, этому племяннику Махараджи Парикшиту, возвел его на трон, сам отделся в рубище и ушел на север. И говорится, что его братья последовали за ним. А что такое север? Север для Индии это Гималайя, да? Вот, и говорится, что он ушел, следуя по стопам своих предков. То есть для кшатриев, для кшатриев вот этот вот Махапрастхан, то есть этот вот уход, самоубийство через этот вот ход без еды, без сна, без воды, просто он идет, 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 пока не упадет замертво. Вот, это вот естественный способ самоубийства для кшатриев был. Вот, и поскольку говорится, что Махараджи Парикшитхира ушел на север, следовав пути своих предков, а его братья последовали за ним, так там сказано, без особой детализации, то здесь мы не находим никакого противоречия с той версией Махапхарат, где также говорится, что они ушли там через горы, Гималай, и далее говорится в этой 15-е года Багавадгиты, что они достигли царства Бога в своих телах. То есть они не меняли тел, либо у них точно такой же образ, либо их тела были одухотворенные, так или иначе, это трудный, конечно, для понимания момент, вот, но так написано. Еще один момент, по которому может возникать вот такое разночтение, это то, что когда аудитория более кшатрийская, идет версия изложения, более понятная для кшатриев, то есть кшатриям будет для них важный героический поступок, да, и вот так вот уйти мужественно, не оборачиваясь, и вот идти, 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 идти до смерти, это кшатрийская версия, которая больше как-то вот, ну, приятна умам кшатриев. Если, предположим, рассказывают брахманы, то брахманы, они будут больше говорить не о внешних подвигах, а о внутренних вещах, что вот они сели, погрузились в медитацию, сосредоточились, там, соединили все эти первоэлементы своего тела со стихиями в космосе, и вот так вот через медитацию ушли, понимаете? Вот, то есть это более такое брахманическое, что ли, описание процессов, в то время как кшатри, они больше склонны к каким-то внешнегероическим поступкам, и поэтому в разных версиях при одном одинаковом, собственно говоря, уходе, акценты делаются больше, либо вот на такую кшатрийскую версию, что они там шли, да, вот, а брахманическая версия, это не только, что они шли, а о чем они думали, в какой медитации они находились, понимаете? И вот это вот изложение, либо одно, либо другое, может создавать ощущение противоречия, хотя его на самом деле и нет. Далее, Михаил задает вопрос. Поставили диагноз, хронический тензилит, гланды. При малейшем прохладном ветерке, глотке холодной воды, начинает болеть горло, приходится полоскать и так далее. Врачи говорят, что сейчас гланды удаляют в редких случаях, так как они составляют иммунное кольцо, то есть нужно просто ходить на процедуры всю жизнь. Процедура помогает, но ненадолго. В том же СССР гланды удаляли многим, а как вы думаете, стоит ли их удалять, есть ли негативные последствия их удаления? Ну, вопрос, скажем, прямо по адресу вы попали. Мне удалили гланды, когда мне было 17 лет. И это, прямо скажем, очень мерзкая процедура, потому что неделя после этого это был чистый ад. Ничего невозможно было ни есть, ни пить. Это вот открытые раны вот здесь вот в горле. И там каждый глоток, это вот как боль, потому что вот эта вот слюна, даже по этой вот открытой ране стекает. Ужасное состояние. Но потом, когда всё уже заживает, как-то я об этом забыл. И сейчас я не помню, не страдаю, собственно говоря, особенно раньше мне говорили, что почему меня подвели к удалению, что это танзелит хронический, что он якобы давал какое-то там осложнение на сердце, хотя я уже ничего этого не помню. Ну, вроде бы как так было, да? Вот, и поэтому мне удалили эти гланды. В общем-то, я живой. Вот, здесь в этой сфере проблем нет. Проблем есть в других местах, но про это я просто забыл. Поэтому, в общем-то, так сказать, можно и удалить, но в этом случае ждите очень неприятные вот эти вот первые недели после этого. Вот, но, конечно же, что-то там отрезать, опираться, это последнее дело. Лучше использовать другие методы. Допустим, полоскание и прочее, там тепло, шарфики, это всё понятно, обычная профилактика. Но, есть другие методы. Допустим, в йоге есть такая асана, называется симхасана, то есть поза льва. Я здесь вам демонстрировать не буду, потому что она такая не очень эстетичная, страшноватая, больника, когда садишься, значит, на свои лодыжки, подгибаешь ноги, руками вцепляешься в колени, как вот лев такой, знаете, у ворот такие статуи, вот лев такой, в такой полусидячий позе, вернее, сидячий. Вот, значит, он человек вцепляется в свои собственные колени руками, язык вытаскивает максимально далеко и пытается кончиком языка коснуться подбородка, вот, выпучивает глаза, и такие, ааа, как бы, звук такой рычащий, издает, это симхасана. Делаешь её 5-6 раз, с небольшими паузами, вот, и, как ни странно, очень хорошо помогает, вот, она стимулирует эти вот все гланды, потому что идёт такое напряжение, язык вот этот вот вытягивается, глаза выпучиваются, определённо ровная спина, руки вот при этой асане праны текут определённым образом, поэтому, кроме обычной профилактики для людей, живущих в холодном климате, ещё, если вы будете делать эту вот симхасану, то это будет очень хорошо укреплять вашу вот эту вот систему, гланды, вот эти вот железы, они, конечно же, нужны, они не лишние, вот, поэтому помните, что операция – это последнее дело, если уже такой хронический тонзилит такой, ну, действительно тяжёлой какой-то фазе, вот, ну, тогда, может быть, стоит пойти на операцию, а до этого всё-таки попробуйте вот таким образом. Далее, человек с таким именем, написано по-русски биолог, по-английски true, то есть истинный, видимо, биолог. Итак, биолог true спрашивает, что насчёт эпохи динозавров, как эта научно подтверждённая очень длительная эпоха на Земле состыкуется с ведической хронологией. Где ж тогда было духовное развитие средней планеты и прочее? Наоборот, Земля была населена кровожадными монстрами. Нельзя игнорировать такие артефакты, если Искон претендует на совмещение духовности и науки. Ну, начнём с того, что Искон не претендует ни на что. Искон распространяет процесс очищения сознания, духовное знание нашей вечной духовной природе, знания Кришни о духовном мире. Вот. А что касается наука, то, как вы знаете, наука всегда находится в постоянном изменении, там какие-то обновления, версии 1, 2 и так далее. Вот. Поэтому в нынешний момент наука представляет собой, скажем, поле довольно противоречивых концепций. там нет не во всём согласия. Вот. Поэтому, когда преданные Кришны говорят о совмещении духовности и науки, в основном речь идёт о научности самого духовного процесса. Научности, в смысле, проверяемости. Что касается всей этой вот хронологии, то веды в основном говорят о духовном развитии человека, а не о флоре и фауне, которая окружала человека. Что касается конкретно динозавров, о них на самом деле не так много известно, так как заговорили о них по-серьёзному где-то в середине девятнадцатого века, когда там первые находки были. Вот. И даже то, что о них сейчас известно, из этого следует, что далеко не все из них были кровожадными монстрами. Многие из них были вполне травоядными. Вот. Более того, по версии науки динозавры исчезли там пятьдесят или шестьдесят миллионов лет назад. Хотя, где-то я видел в каком-то научном журнале фотографию начала, по-моему, даже двадцатого века какой-то человек, какой-то маленький динозавр, где-то там в Калифорнии, в какой-то пустыне. Вот. Поэтому здесь тоже всё, так знаете, не так всё гладко. Значит, поэтому концепция о том, что Земля была населена какими-то кровожадными монстрами, а люди сидели в пещерах и дрожали от страха, это может быть чья-то, так сказать, фантасмагорическая такая экстраполяция, которая далеко не обязательно отражает реальность. Более того, никто существование динозавров вообще говоря не оспаривает. Если мы откроем Шимаадбагава, почитайте, восьмая песня Шимаадбагава, глава десятая, стихи с десятого по двенадцатый, это глава, которая описывает битву демонов и полубогов, и там описывается, кто из воинов на чём там сидел, у кого, какие были животные носители, как будто раньше там на лошадях, там, да, на каком-то там ещё скакали, на верблюдах, там, на слонах, вот, то есть, описывается, что некоторые из воинов сидели на ящерах, ящерах, я понимаю, динозавры, это ящеры, разновидность ящера, вот, и поэтому в общем-то вполне такое вот явление, как война, полубоги с демонами воют, и тут ящеры, то есть, как бы динозавры вполне, как ящеры, вписываются в эту картину, вот, и духовная развитость людей, она никак не исключает, не противоречит существованию каких-то разных видов жизни в прошлом, более того, поскольку история, согласно ведом, циклична, то, то, что было продуктом какого-то далекого прошлого, вполне может опять повториться в будущем, вот, например, мы видим такую вещь, что в холодных странах, допустим, в России, зимой, вот сейчас лето, да, тут полно насекомых, там комары, мухи там летают, вот, но птицы определенные, потом наступает зима, некоторые виды птиц улетают в другие края, комары, мухи как бы умирают, мы видим, как их там кучи валяются дохлых, вот, можно сказать, что они вымерли, но наступает следующий год, вернее, следующая весна, это как бы новая эпоха, вот, и опять они раз живые, откуда-то там появляются, непонятно, да, вроде никто их специально туда не размножает, их они сами как-то раз откуда-то появляются, вот, поэтому в разные эпохи какие-то животные могут появляться, в другие эпохи они могут исчезать, теперь по поводу хронологии, а есть разные циклы, допустим, Маха-юга, Маха-юга это 4 эпохи, Сатия, Три, 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 Парайкали, которые длятся вместе 4 миллиона 320 тысяч лет, одна Маха-юга, вот, когда одна Маха-юга заканчивается, разрушений практически особенных нет, вот, наступает просто следующая Сатия-юга, но, если мы возьмем следующий цикл, не Маха-юга, а Манвантара, Манвантара, или правление одного Ману, состоит из 71 Маха-юги, то есть мы берем 4 миллиона 320 тысяч лет, умножаем на 71, получается примерно где-то там 307-308 миллионов лет, это одна Манвантара, и вот сейчас, согласно ведическому летоисчислению, мы живем в 28-ю Кали-югу, 7-го Ману, первого дня 51-го года Брахмы, если все это перевести в привычные нам цифры, то получится следующая примерно картина, что в один день Брахмы существует 14 Ману, то есть один день Брахмы, это, ух, много, значит, сколько там, 4 миллиарда 320 миллионов лет, один день Брахмы, 14, разбиваем на 14, это получается одна Манвантара, 308 миллионов лет, и так мы живем, значит, в седьмую Манвантару, в седьмую Манвантару, и со временем этой Манвантарой прошло сколько Махаюг? 28 Махаюг, то есть мы живем в 28-ю Кали-югу, это заключительная часть Махаюги, и так, от 71 Махаюги, которая составляет Манвантару, берем 28, это, ну, грубо говоря, примерно треть, чуть-чуть-чуть-чуть больше трети, да, вот, и так, если Манвантара длится 308 миллионов лет, вот, и примерно треть этой Манвантары прошло, то пришло, грубо говоря, 100 миллионов примерно от начала этой Манвантары, а вот когда Манвантара меняется, тогда происходят действительно серьезные разрушения, может быть, там, вот, вот, ледниковый период, там, или, наоборот, какое-то там глобальное потепление, все растаяло, затопило, потоп, вследствие этого может произойти, то есть смена Манвантара, она всегда связана с разрушительным циклом, так вот, теперь, если мы, допустим, ученые говорят, что динозавры существовали там, где-то там 150 миллионов, 200 миллионов лет назад, вымерли где-то там 50-60 миллионов лет назад, учитывая несовершенство современных методов датировки, то есть, это спектральный анализ, углеродный анализ, то вымерли они 60 миллионов лет назад, или 100 миллионов лет назад, то есть, вот, как у поведической концепции, что прошла треть Манвантары, это, в принципе, небольшая погрешность, вот, ну, в таком широком историческом масштабе, вот, поэтому здесь, в общем-то, соответствие с наукой есть, просто сама наука не всегда соответствует научности, там очень много, так сказать, спекуляций, поэтому, прежде чем говорить о том, что исконно что-то там претендует, нужно сначала понять вообще на что наука претендует, потому что иначе получается, что наука, она полностью непогрешима, а тут появился какой-то там исконно, что-то там претендует, вот давайте оценивать все честно, понимаете, честно, наука непогрешима, Я вам дважды два докажу, что она погрешима И очень сильно погрешима И это даже сами ученые не оспаривают Поэтому не нужно Так вот ставить сразу в неравное положение Типа у нас вот наука А тут там кто-то на что-то претендует Нет, наука сама во многом Не соответствует принципам научности Понимаете? Поэтому все спокойно Надо быть честным и беспристрастным Это будет научный подход И тогда немножко по-другому все будет восприниматься Следующий вопрос Спрашивает Зуля Я раньше думала, что мы можем молиться Господу Нарисим Хадеву О личной защите Но недавно прочитала следующее Цитирую Иногда преданные думают, что молитвы Нарисим Хадевы предназначаются Для личной безопасности Но реальное значение Этих молитв Развить любовь к Богу И защитить движение сознания Кришны И духовного Учителя Конец цитаты Означает ли это, что мы не должны Просить Нарисим Хадевы О личной защите К кому тогда мы должны обращаться Я не знаю авторства этой цитаты Честно сказать Поэтому не могу оценивать Но я знаю кое-что другое Одна из тем Шима-бхагаватам Называется Пошином Пошином обозначает защита Вот И поэтому преданные имеют полное право Обращаться к Нарисим Хадеве За личной защитой Имеют полное право Подписываюсь под этим всем Вот И здесь нужно понять еще одну простую вещь Сама вот эта цитата Она говорит о том, что Автор ее Как-то очень странно понимает Что такое наше движение сознания Кришны Утверждаю И опять же подписываюсь Движение сознания Кришны Не существует без преданных Поэтому защита преданных Есть защита движения сознания Кришны Нету движения сознания Кришны Без преданных Понимаете То же самое Нет никакого смысла в духовном учителе Без его учеников и последователей Вот духовный учитель нужно защитить А его учеников не нужно защитить Ну бред же Понимаете Более того Любой из рядовых преданных Может и должен стать духовным учителем Поэтому любой из нас Потенциально духовный учитель А если мы говорим, вот духовный учитель нужно защитить, а если не нужно, простите, это вообще из какой шастры? Это какая-то уже элитарность, понимаете? Вот что учитель это какая-то особая категория, а остальные нет. А он откуда взялся? Он не из преданных ли? Произошел духовный учитель. Вот, поэтому у меня есть какое-то ощущение, что автор этой цитаты, я не знаю откуда он взял, или может из контекста вырвано как-то неудачно, но вот нет какого-то ясного понимания. Более того, в Майапуре Прабхупаду установило первое божество Нарисимхадевы именно для защиты преданных храма божеств, а храмы божества нефункциональны без преданных. Нефункциональны без преданных. Вот, поэтому защита преданных это также защита и храма, и движения, и всего остального. Более того, сейчас в Майапуре для этого божества Нарисимхи каждый день проводятся сотни, сотни, буквально сотни пуджи, этих вот подношений от разных преданных по разным личным вопросам, которые просят у него личные защиты в том или всем. И это все авторизованная деятельность в храме Искон. В Майапуре это я знаю точно, потому что я там провожу по 4-5 месяцев каждый год. Это происходит, это не является какой-то запрещенной деятельностью, потому что одно из тем духовной жизнью это защита, защита преданных. Это одна из задач Кришны. Далее Алексей спрашивает. Почему художники на Кришне рисуют Тилоку незаконченной без стрелки вниз? И что символизирует Тилока для него и для его преданных? Итак, знак Тилоки это вот такой полукруг, как вот стопа Кришны на лбу и листик Туласи священного дерева на носу. Итак, у преданных это стопа Кришны и листик Туласи. На самом деле во многих храмах Искон на изображениях Кришны, опять же посмотрите тот же Майапур божества Радхамадхова или Вриндаван божества Радхашяма Сундара, там у Кришны Тилок обычная, как у преданных. То есть стопа и этот самый листик. Но есть другая версия, также в некоторых Исконовских храмах Кришне рисует красную Тилоку вот эту вот без этого лепесточка. И здесь другая версия, это версия о том, что у Кришны это отпечаток стопы Радхарани, то есть Радхарани, ну гопи в целом, в Индии вообще женщины смазывают стопы красные, это конкумой там, чтобы они там пятки не трескались, в общем всякое такое. Ну и плюс там уж для красоты, не знаю. Вот, и поэтому у Кришны считается на лбу, он как преданных Радхарани, он ее очень любит, поэтому ее стопа у него на лбу, а листика Тулоси нет. Почему? Потому что к стопам Радхарани листья Тулоси не прикладывают, ввиду специфичности женских взаимоотношений между Радхарани и Тулоси, не будем сейчас в эту тему погружаться. Вот насколько я знаю такая версия, почему у Кришны иногда изображают просто красный такой полукруг без листика Тулоси. Галина интересуется. Что веды говорят по поводу усыпления или убийства животного, если врач говорит, что оно не из-за чего больно? Как правильно молиться за животное в ситуации отказа от усыпления? В ведические времена люди больше полагались на естественные процессы, нежели на какие-то искусственные. Сейчас люди помещают животное в искусственные условия, кормят их там какими-то, не знаю, сухими кормами, животные ведут какой-то искусственный образ жизни, малоподвижный, неестественный. Вот начинают болеть и так далее. И потом врачи говорят, все, ваше животное уже умирает и хозяин этого животного, бедный думает, что с ним делать, усыплять, не усыплять, как за него молиться. То есть получается, что мы ищем ведические ответы в неведической ситуации. Потому что в ведические времена домашними животными считались коровы какие-то, козы, быки. И то они домашние не в том смысле, что их прямо домой приглашают, а домашние это в хозяйстве, так сказать. Не было такого понятия, как домашняя собака или кошка ведические времена. Потому что эти животные считаются нечистыми, они не моются, понимаете. Поэтому их домой, это значит приглашать просто энергию неверности. Уж простите, я не против животных, но я против того, чтобы они на одной территории, вот, жилой соседствовали. Это неведический подход. Вот сейчас все поменялось. И поэтому раз уже люди, как бы так вот, не знаю, облюбовали этих кошек, собак и других животных, все, они уже стали домашними в буквальном смысле слова, что они там и спят вместе, чуть ли там не едят вместе. Вот, то есть это обозначает, что для животных созданы неестественные условия. Поэтому они естественно болеют неестественными вот этими вот болезнями, понимаете. И поэтому, я не буду уже говорить там все эти, про эти все усыпления, я в каком-то выпуске, из выпусков уже отвечал, не помню в каком, ищите, слушайте. Я скажу о другом, что важнее, чем молиться за это животное, это просто дать им вот эту освященную пищу, просад. Вот это очень мощный способ дать этому живому существу в следующей жизни рождение в теле человека. А тело человека, это новые возможности, это возможность духовного развития, понимаете. Если вы будете молиться, о там, господи, забери мою кошечку-собачку в духовный мир, ну это смешно, понимаете. Потому что это живое существо, оно не готово жить в духовном мире. Духовный мир приходит сознательно, развив себе любовь к Богу. Поэтому реалистично это помогать им получить человеческое тело, в котором они уже смогут сознательно дальше духовно развиваться. Далее вопрос задает Валерий Туласи. Скажите, пожалуйста, что должен делать человек, чтобы попасть в духовный мир в этой жизни? Прекрасный вопрос, прямо в точку. Итак, Валерий, прочитайте, пожалуйста, Бхагавадгита, глава 11, последний стих, 55 стих 11 главы. И Кришна там называет пять условий для возвращения в духовный мир. Он говорит, первое, тот, кто занят чистым преданным служением, мне, первое условие, свободный от скверной кармической деятельности и ментальных спекуляций. То есть, когда его преданное служение не сквернено тенденцией кармы и гьяны. Вот, то есть, человек не ждет от своего служения ни материальных плодов, ни освобождения. Освобождение это отдельная концепция, когда душа просто свободна без служения Богу. Это считается не самый лучший вариант. Итак, пункт первый, еще раз повторяю. Когда человек занят чистым преданным служением Богу. Второе, это служение свободно от ожиданий, наслаждения и вот такого безличного освобождения. Это пункт два. Третий пункт, Кришна говорит, тот, кто работает для меня. То есть, его жизнь не просто там как-то он внутри предался Богу, а она активно работает для меня. Четвертое, тот, кто сделал меня высшей целью своей жизни. Это важный момент. Потому что для многих верующих людей Бог это не цель. Бог это средство. Цель это их обустройство, их благополучие, личное я, семья и так далее. Вот, поэтому, если люди превратили Бога в средство, нечего им делать в духовном мире. И вдруг, когда Бог становится целью духовной жизни, а не средством. Вот, когда служение Ему это цель. И последнее, пятое условие. Он говорит, тот, кто дружелюбно относится к каждому живому существу. Нирвайра, старва, будь и шу на санскрите. Тот, кто без зависти буквально относится ко всем другим живым существам. Вот он готов, мог прийти в духовный мир. Вот пять условий. Вы учите, медитируете, думаете. И тогда это будет хорошим настроем. Далее, Марина спрашивает. В фильме «Маленький Будда» 1993 года рассказывается, как душа тибетского ламы в следующей жизни воплотилась в трех людях в разных местах земли. Можете ли вы прокомментировать подобные случаи? Ну, некорректно с моей стороны будет комментировать буддистский фильм. Пусть комментируют буддисты, потому что у них иное понимание души, у них иное понимание реинкарнации. Буддизм, он не основан на ведах. Это пост-ведическая религия. Вот, и поэтому мне с точки зрения буддизма не очень понятно, кто вообще там реинкарнирует, потому что буддизм не провозглашает душу в том виде, как вот она в ведах определяется. Вот, по ведам душа индивидуально неделима, и поэтому раз она неделима, значит она не может разделиться на три, понимаете, она не может разделиться на три разных тела. И поэтому с ведической точки зрения это некое несоответствие. Вот, все остальное это уже пусть буддисты объясняют. И последний на сегодня вопрос. Олег Михайлов. Недавно вышел сериал «Радха и Кришна» с титрами на русском языке. Может быть вы смотрели его. Режиссер сериала сильно изменил сюжет игр Господа Кришны во Вриндаване. Можно ли такое вольное изложение считать авторитетным или это чистое сахаджи? Фильм вызывает смешанные чувства, неприятие и любопытство. Мне вообще довольно сложно смотреть индийские сериалы. Целиком я освоил только Махабхарату, посмотрел и домучил Шани Дев. Начал, думаю, надо досмотреть его с точки зрения астрологии, мне он был немножко интересен. Вот, все остальные я пытался, две-три серии я просто не могу, меня выключает. А «Радху Кришну» я немного попробовал посмотреть, но мне показалось, что там все на каком-то материальном уровне. То есть я не почувствовал духовного посыла этого. И поэтому здесь мне стоит только сказать то, что Шила Павапады, что спектакли о Кришне или фильмы о Кришне должны делать преданные Кришне. Или хотя бы преданные должны выступать в качестве консультантов при съемках всего этого. А в противном случае это просто будет, как говорится, молоко, смешанное с ядом змеи. И поэтому эффект может быть обратным, к сожалению. Вот, поэтому эти все вещи, их нужно, так сказать, очень фильтровать своим разумом. Что мы принимаем, что мы не принимаем. Вот, ну вот я так воспринимаю эти вещи. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо вам за внимание, за ваши интересные вопросы. И до новых встреч. Харе Кришну.